Время Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, предстояние перед плащаницей Божией Матерью, в одни ее успениях, каждой в Святой Святой Церкви, должна исполнять душу, страху Дожию, перед Днецом Божьим, перед Днецом, и великой трескостью духовной, что является огромным подвигом для всякой христианской души, потому что мы с вами, братья и сестры, все время имеем согласно опьянению миру, который не только извне, но и внутри нас действует с дерзкой и наглой властью, безвластной, впрочем, которой мы бездумно покоряемся и пьянеем, как вот эти самые делатели, о которых сегодня речь, в Святом Евангелии, о домоправителе, который, владыке, который насадил виноград и ископал, точилы, построил башню и оградил оградой. То есть, Церковь Божия это и есть огражденные оградой догматов и заповедей на недвижимом камене, который оттужен стол благодатью Божией. Но как трудно устоять тем, которых в эту ограду всадили крещением и верой и поручили приносить плоды не себе, но Господу Богу Владыке Своему от этого виноградника. Что происходит? То, что дьявол вкладывает в умы и в сердца самолюбивых, гордых, страстных, то есть всех нас, людей безумны полностью, противостоять которым возможно только с великим смирением и отвратившись от всякого в этой жизни, в этом граде и в этой церкви, когда Господь посылает слух Своих принять отделателей плоды, безумны, безумны оба убивают, оба как камень убивают и наконец усрамятся, говорит Владыка Сына Моего, но они, увидевши Сына, решат в себе, и это мы читаем всегда на страстной неделе, все есть наследие, убием его и наследство будет наше. Откуда такое безумие? Я вам скажу, дорогие братья и сестры, что этим безумием продиктованы все революции, все реформации и все совершенно иррациональные, безумные, непостижимые, которые и не подлежат никакому постижению, потому что грех не подлежит пониманию, должен быть просто отвергнут. Нельзя понимать и нельзя стремиться понять то, что не подлежит пониманию, непонятное по сути. Грех непонятен по сути своей, так как у него нет судьбы. Это не более чем проявление развращенной боли. Нельзя понять предадость, блуд, прелюбодеяние, воровство, колдовство, убийство. А некоторые пытаются понять это объяснить и вооружить еще этим пониманием кого-то. Нет, братья и сестры. Такие люди переворачивают свою душу, вместо того, чтобы понимать понятно, чего проще. но это требует некоторого труда постигать, понимать, например, священное писание, постигать заповеди Божьи, исполняя их. постигать постигать самый дух и самый смысл Евангелия. Тщательно пытаясь угождая Бога исполнить Его зло. и заповедь говорит Моя Господь легка, и иго Мое благо. И вот это благое и легкое иго люди меняют на тяжкое, но сладкое иго, понимание непонятного. пытаясь встать на место Бога, объяснить то, что нам не дано постигнуть. Пытаются находить смысл в истории, например, земной. Хотя пока люди хотят и влезиас нам говорить, что было то и будет и ничего нет нового под солнцем. Пытаются вывести какие-то земные законы, например, марксизм или фрейдизм или подобные гадости из плоти, из материи, чтобы объяснить грехопадение. Это грехопадение кто разумеет, говорит, святой Псалмопеде Довит. Они не подлежат пониманию. И вот когда человек таким образом сходит с ума и переворачивает свою душу, отвергнув благое иго Христово и простоту во Христе, то есть без критики, когда перестает перестает исполнять повеленные как рабы не включимые, но наоборот критически начинает относиться к истинным драматам и к заповедям и ко всему тому, что не нами, а Богом установлено в церковь, тогда происходит помрачение, наказывает Богом помрачением умом, и ему кажется, что церковь это его дом, и он начинает распоряжаться в церкви как в своем доме, как эти безумные. Им только мешают наследник, убьем его, наследство будет наше. Потому что их земная религия, она не что иное, как похоть к власти. Скажешь и спросишь, для чего опыт, для чего Людер, например, не испровергал и клоны, мощь, для чего обновленцы это все делают, для чего современные реформаторы все пытаются переменить прежде, а священную служить вечером непременно им надо. Хотя при царе служили днем, и при они кранштазгам служили днем, вы что, святее их? Кто вы такие? Кто вам дал право хоть на волос что-то изменить из того, что вы приняли от отцов ваших? ведь Духом святым принято и не ваша забота, что тысячу лет назад было иначе. Тысячу лет назад было тысячу лет назад. Но люди, которые проектируют это тысячу лет назад на сегодняшний день, они совершают этот вот прыжок в ничто, воображаемый тысячу лет назад, который в действительности никто не видел и не знает, каково там было. Этот прыжок в непудар, который и совершают вот эти делатели, описанные в Евангелии, убием его и наследство будет наше. Ну, какое безумие! Однако же они тверды в этом безумии и непоколебимы. И в другом месте в Евангелии знают, говорит, что делать. Это уверенность страшно. Не переубедить и не переговоришь такого человека. Разорю житница моя и построю новое и скажу душе моей я ж пи веселись. Но Господь, перед Которым мы предстоим, но причистое дело безумие сговорит всю ночь душу твою стяжут от тебя. Вот это, дорогие братья и сестры, следствие, когда жизнь переносится из первой и единственной реальности перед Богом в эту кажущуюся вторую реальность. люди дуреют, теряют страх Божий, становятся пьяны вот этим гностическим пьянством земным. Жизнь у них превращается в исполнение лозунгов. Типа, возьмемся за руки друзья, чтобы не порвать пройдя нас. Или мы наш новый мир построим. И неужели это продиктовано заботой о ближнем, например, об инвалидах, или о человечестве страдающем, или о несчастной земле, о, нету. Конечно же нету. До этого всего им нету дела. Это продиктовано только и исключительно вот этой инфернальной адской волей к власти. Не вера, а волей к вере. Когда у человека нету веры, у человека таится. Спрашивают его, как в одном романе «Достоевство», «А в Бога веруете?» И тот отвечает «Я буду веровать в Бога». Вот это перед вами в чистом виде. вот этот земной помешаный. Вместо того, чтобы сказать «Верую, Господь, помоги моему не верю». То есть сейчас и здесь, вот сейчас здесь застал Бог, не сходя с этого места, скажи «Веру», и ты спасешься. «Но как это трудно это становится?» Невозможно. Потому что человек вместо этого говорит «Я буду». У него безумная вот эта его воля, его похоть, хотение, которое он проецирует на весь мир, на всех ближних своих. И все, к чему она прикасается, разрушает. отсюда, братья и сестры, затопленные равнины нашей Родины ради вот этого безумия и порушенные судьбы. Отсюда и стремление все порядки отменить. И все перестроить и переделать. Отсюда и перестройка, отсюда и ускорение, отсюда и нынешний реформ. Что скажешь, для людей нет, конечно. А может быть, для своего личного обогащения Гайдар делал реформ, распоряжается. Не знаем. Но знаем, что реализовал вот эту похоть к власти своей, которая от его деда революционерного, такого же, как он, который расстреливал невинных мужиков. И упаси Бог, в церкви такого революционера встретит, которому все не мило, который не может от всего воротить нос. Записки, блины, все не по нему. вводит культ молодых, культ юности, вместо того, чтобы, по слову Писания, поклоняться старика. И все ради чего? Только ради самоутверждения. Ради реализации вот этой неуемной своей жадкой. Убьем его, и наследство будет наше. Ему не вдомек, что это не произойдет, что это неисполнимо, что ты не сильнее Бога, что злых зле погубить. И виноград никогда с другим рабам, как сказано в Писании, нет, иудеи не побоялись распять самого Господа, не побоялись, зная, кто он. Потому что одно из двух, дорогие братья и сестры, либо страх Божий, и трепет души, как сейчас перед вратами рака и перед адом развершившимся. Либо полное безстрашие, не половинчатая, и не четвертная, а полное безстрашие. Полное. Поэтому не думаем, что какой-нибудь модернит или обновленец, или безбожник убоится тщетный труд и только попрание святым. Нет, войдем же в себя и в себе убоимся, и их предоставим Господу Богу, Его промыслу, и их собственной участи. Господь о них промыслит. Не бойся за церковь, не бойся за православие. Господь глава церкви, Господь упасет, и Господь знает, что делать с ними и со всеми, и с творением, и с экологией, и с опрышими другими проблемами. Господь знает, что делать. Не нашего этого ума делать, а наше дело спасать душу, причем свою собственную личную душу, и больше никакого. А как же спросишь ближнего, а вот когда Господь тебе дает, что совесть показывает, что ты за этого ближнего ответишь на том среде, вот тогда и ты начинаешь благотворить этому ближнему тайно. И прощать, и другое делать, еще по-другому представить, и молиться за это в ближнем. Ради своей души. С праздником вас, дорогие и дорогие сестры.